Что ты думаешь о Рубин-Тюмене? Я не говорю английский. Нет. Привет. Максим Мамин и Сергей Толчинский вчера провели матч за звезду против тюменского Рубина в ВХЛ. И что? Флорида в плей-офф не попала, Каролина только борется за восьмерку, а наши ребята уже во втором раунде чемпионата ВХЛ. Все правильно сделали, когда вернулись. Борис обыграл авангард, и эта серия становится гораздо интересней, чем предполагалось. Вот за это спасибо. Собственно, три периода, как будто три разные игры. Но важными-то были первые два периода, а там преимущество Бориса не вызывало сомнений. Это победа имени Андрея Скобелки, который не растерялся, а предложил сопернику совершенно неожиданный хоккей. Как раз именно команда из Балашихи выглядела подавленной и сумела оправиться лишь после счета 1-4, когда уже было все решено. Наступил ли перелом в этой серии? Вполне возможно, но уже не приходится говорить о том, что авангард фаворит. Наоборот, тут все запуталось окончательно. И следующий матч будет показателем, ведь Боб Хартли тоже не будет отдыхать в следующие сутки, а значит начнет что-то придумывать. Отметим и то, что Андрей Скобелка на пресс-конференциях ведет себя очень грамотно, не устраивая вселенский плач. Впрочем, Хартли тоже забыл про судей. Именин атаковал Сагадея в голову, наказание не последовало. Потом, когда атаковая Сагадея в голову, было всего 2 минуты. Будете ли обращаться в СТГ? Давайте мы не будем пресс-конференцию, мы превращайте, я не знаю, в судей. Я не знаю, что вам ответить. Да прекратите вы уже это. Судья не заметил, судья не туда посмотрел. Клюшки-то и шайба у хоккеистов. В Екатеринбурге было два одинаковых матча и счет совершенно случайно лишь 1-1. Но Андрей Мартемьянов самокорректность. Сказать, что психологический лидер в серии вперед, он лидер. Ни в коем случае. Никакой психологической победы ничего не одержано. Серия идет до четырех побед. И так что команды равны по игре, по мастерству. По всем линиям практически. И я думал, что это будет тяжелая серия. Тренера понять можно, но мы-то видели два одинаковых матча, в которых справедливый исход был лишь во второй встрече. Кроме того, Салават Юлаев потерял Григория Панина. Защитника удалили вот за этот силовой прием. Поскольку у Панина есть история, то матча 2 он пропустит. Интересно, что Николай Цулыгин посчитал, будто ничего не было. Считайте, что Панина подбил команду в такой ситуации, когда не обязательно на этом уже было. Ну там было столкновение, он нецеленаправленно шел, бил в голову. То есть такое случается. Еще раз посмотрите. Если это не удар, то что тогда удар? Ну да, такое случается. Почему-то в основном с Григорием. Ночные новости. Михаил Сергачев получил травму. Том Уилсон провел силовой прием, и наш защитник не сумел самостоятельно подняться. Там тоже такое случается. И после этого вы говорите, что в НХЛ нормальное судейство, ведь Уилсону не дали даже двух минут. В чемпионате Украины по-другому обращаются с арбитрами. Евгений Тимченко из команды Белый Барс вот так встретил лайнсмена. Вы хотите, чтобы у нас было как на Украине? В НХЛ определились все участники плей-офф следующего раунда. Самый крутой матч прошел в Москве. Алмаз в пятом решающем матче обыграл Красную Армию. При этом до 47 минуты счет был 4-1 в пользу хозяев. Но череповецкие герои сумели сравнять счет до окончания основного времени и выиграть в овертайме. В следующем раунде сыграют Авто Толпар, Мамонты и Угры, Омские Ястребы, Динамо Санкт-Петербург, Лука и... С победой! Может быть Алмаз сегодня отправить в Ярославль? Так как на локомотив надежды нет. До свидания. Часто с тобой подходит фотографироваться, потому что ты единственная звезда здесь? Ну и фастфот вратарь за Рубин играет. Так вот к нему такой и подходит. И к Никите Лисову еще там.